Добрый вечер, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня я в сольном проекте, так как мой коллега и соведущий биолог Антон Захаров участвует в научной конференции, даёт лекции. И от этого главного занятия в его жизни мы никак не могли его отвлечь. Поймите нас правильно. Но я думаю, сегодня наш гость изгубит всё, потому что в гостях у нас доктор биологических наук, заведующий в институтах Российской Академии Наук различными лабораториями, профессор университета Радгерса в США, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Викторович Северинов. Константин Викторович, добрый вечер. Здрасте. Человек и пароход. Да, да, оркестр, я бы сказала даже. И пароход одновременно. Константин Викторович, будем сегодня говорить с вами о клонировании. Я готовилась, скажу честно, и буду задавать, может быть, где-то наивные вопросы, может быть, где-то не совсем наивные. Вы меня и вы меня, дорогие радиослушатели, простите. И заодно я хочу вам сказать номер телефона, напомнить, по которому вы можете прислать свои вопросы, если таковые возникнут. 8-925-101-107-0. Мы обычно начинаем нашу программу, нашу передачу с новостей науки. И я сегодня попытаюсь исполнить обязанности Антона, обычно он их озвучивает. Так вот, одна из любопытных новостей за прошедшую неделю говорит о том, что финские биологи выяснили, что, оказывается, бурые лесные муравьи могут менять свою диету, если подхватывают опасное грибковое заболевание. Вся сенсация в том, что сначала обнаружили то, что млекопитающие могут излечиваться, поедая какие-то горькие листья от паразитов. Ну, понятно, о людях я тут даже не буду говорить. А вот когда обнаружили это дело среди насекомых, то, в принципе, порадовались. Ну, вообще-то до этого были и мушки-дрозофилы, с помощью алкоголя лечились от паразитирующих ос, личинок ос на них. Так вот, что делают муравьи, что любопытно. Когда они заболевают, они начинают есть для себя вредное вещество с перекисью водорода, пища, которая содержит перекись водорода. И самое интересное, что муравьи выбирают именно эту вредную для здорового муравья пищу тогда, когда они больны. То есть вся сенсация, ну, ладно, мини-сенсация этой новости в том, что муравей, и пока непонятно как, понимает, когда он болен, а когда не болен. То есть насекомые плохо себя начинают чувствовать, отдают себя в этом отчёт, что говорит ещё, об этом же говорит ещё то, что многие муравьи перед смертью покидают колонию и уходят умирать, вот, как иногда кошки, ну, как известно, кошки, в сторонку. То есть они понимают, что они себя чувствуют не очень. Если есть что сказать, да? Муравьи вообще... Очень интересно. А, ну, позапрошлой неделе было как интересно. Есть такой вид муравьёв, которые хаотично, на первый взгляд, для человека двигаются. И как выяснилось, что это совершенно не хаотичное движение, а что у него метод научного тыка срабатывает. Он туда тыкнется, сюда тыкнется, и за ним вся, так сказать, вся эта банда начинает двигаться. Но не об этом речь. Вторая новость. Американские учёные определили, как работает ответственный за предрасположенность к ожирению ген. Называется он FTO. И вот мне Константин Викторович объяснил перед программой, что этот ген регулирует работу двух к нему прикреплённых генов. Если я где-то там закруглю, то, мне кажется, это ради понятности пущей. Так вот, он выделяет какие-то вещества, которые заставляют быть более или менее активными. Два других гена, которые и порождают белые клетки или бурые клетки. Бурые клетки жировые, они для того, чтобы тепло воспроизводить, а белые откладываются и делают нас тучными. Так вот, регулирует этот ген FTO. Он, соответственно, и благодаря этому регулированию подавляется активность двух других. И человек становится стройным, я так это понимаю, потому что большинство жировых клеток начинают работать на выделение тепла. Но с людьми это непонятно до конца, сработает или нет. И почему-то в статье, кстати, она была опубликована в английском статье, в журнале научно-медицинском, там не указано, на чём проводились эксперименты. Вы так улыбаетесь, я хочу узнать, почему. Нет, я слушаю, мне очень нравится. Продолжайте. Так, а вот, кстати, почему с людьми это может не сработать? Можете какой-то комментарий дать? Ну, с людьми может не сработать что? То есть, действительно, есть некоторые гены, которые регулируют, ну, в конечном счёте, эффективность того, как пища у нас переваривается, как откладывается жир или куда он откладывается. И, то есть, в значительной степени тучность, это имеет предрасположенность к тучности, она имеет генетическую природу. И гены для ряда таких, ну, состояний известны. Константин Викторович, тогда правильно ли сделать вывод, что вся наша борьба, а вот, например, моя вся жизнь — это борьба с тучностью, она бессмысленна, потому что я генетически предрасположен? Нет, неправильно, потому что генетическая предрасположенность не обязательно, не всегда является, ну, скажем так, приговором. Ну, то есть, не всегда, потому что есть такие моменты, когда человек, ну, например, рождается, да, с генетическим заболеванием каким-то. Да, в таких случаях есть простые случаи, когда изменение ДНК, ну, в конечном счёте, гена приводит к каким-то патологическим изменениям, с которыми бороться, ну, очень сложно. Ну, бессмысленно. Или невозможно, и тогда это приговор. Но есть какие-то гораздо более тонкие различия, ведь все мы до некоторой степени мутанты относительно друг друга. Каждый человек отличается на уровне генома от другого человека по трём миллионам положений. Это немножко. Своей ДНК. Три миллиона положений, ну, три миллиона, с одной стороны, много, а если вы учтёте, что длина нашего генома, количество букв в нашем геноме три миллиарда положений, то тогда это не так много. Но эти три миллиона у разных людей разбросаны по самым разным местам, и именно эти замены, что ли, изменения в генетическом материале дают нам нашу, что ли, индивидуальность. Это результат разве мутации? Конечно, мутации. А вот какого рода мутации? А самые разные. Например, преобразование половых клеток, из которых мы все происходим, происходит в большом количестве мутаций. В частности, мутации у пожилых отцов, сперматозоиды, содержат больше мутаций, чем у молодых. Но это может привести к какому-то результату со знаком плюс, если, ну, так, человеческим языком выражаться. Ведь говорят, поздние дети, они гениальны, они умны. Ну, а их, наверное, любят просто больше. Может быть, любовь спасает все. Ну да. Или пенсионный возраст родителей позволяет больше времени уделять воспитанию и образованию. Нет, но все это просто, на самом деле, механизмы, которые увеличивают разнообразие в популяции. С точки зрения, мы все продукты эволюции, да, по Дарвину. Вот есть люди, которые не любят Дарвина, но это они не правы. Вот. И вот все эти, то, что мы воспринимаем как мутации, на самом деле, это просто способ увеличить разнообразие в нашей популяции. Если вдруг что-то произойдет, не дай бог, то то, что сейчас кажется плохим, с нашей точки зрения, вдруг станет очень хорошим. Потому что в новых условиях среды это как раз и будет то, что нужно. А есть такие примеры уже? Есть. Что было плохим? Я знаю, что разряженный воздух, а тибетцы... Нет, но есть, например, такой классический пример, когда то, что было хорошим, скорее стало плохим. Вот есть такая страшная болезнь малярии, несмотря на то, что в СССР она, например, была побеждена еще в 50-х годах, и в развитых странах ее нет. Но в мире больше миллиона человек в год от малярии умирает. Это действительно серьезная болезнь, гораздо серьезнее там СПИДа, Эбола и всех таких вещей. И лекарства, в общем, от нее нет, это болезнь крови. Она передается комарами и вызывается паразитами, которые существуют внутри нашей крови. И те места, где малярия всегда присутствовала, например, там в Африке, Средиземноморье, там люди умирали от малярии в огромных количествах. Но выяснилось, что есть мутация, это на самом деле просто изменение, точечное изменение в ДНК, которое приводит к изменению белка гемоглобина, ну, который мы все знаем, он окрашивает нашу кровь в красный цвет. И происходит вот что, значит, каждый из нас имеет две копии гена гемоглобина. Один от папы, другой от мамы. Если обе эти копии, как вот вы говорите, хорошие, то там, если вокруг будет много малярии, то ребенок, имеющий такие две хорошие копии генов благополучно, умрет от малярии. Есть плохие копии генов, они реально портят гемоглобин, он перестает быть работой. Если ваш папа и мама, каждый вам дали такую плохую копию, то вы умрете в утробе матери и не родитесь вообще. Что тоже плохо. А можно я угадаю третий вариант? Третий вариант, когда папа дал плохой, мама хорошая, или мама хорошая, а папа плохой. Соответственно, понятно, да? Вы привиты от малярии. Да, то в таком случае вы не будете привиты, но ваша устойчивость к малярии станет гораздо большей. Таким образом, плохие гены в популяции поддерживаются, несмотря на то, что они приводят к тому, что каждый четвертый ребенок умирает в утробе матери. А здоровые, нормальные люди умирают от малярии, но зато вот эти, которые не те и не те, они живут. И таких людей было очень много среди предков теперешних афроамериканцев, которых вывозили на кораблях во время работорговли в Штаты. Вывозили их там сотнями тысяч. И сейчас в Штатах живут миллионы людей, которые являются носителями вот такого гена. Малярии там никакой нету, но теперь, если два партнера, которые имеют каждый одну нехорошую копию, они имеют ее, потому что это их историческое наследие, решать завести потомство, то с некоторой вероятностью это приведет к тому, что будет ребенок не родиться. Потому что так фишка ляжет. Ну, генетическая фишка. Да, это я понимаю. Это, в принципе, школьная программа генетики, биологии. Нет, серьезно, то, что вы говорили... Нет, если нужно что-то сложнее, я могу вам сложнее тоже рассказать. Нет, 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 что вы! Я просто радуюсь... Оно же очень красиво. В школьной программе ничего плохого нет. Согласна на 150%. Я радуюсь, как ребенок, когда я с первого раза понимаю ученого. Поймите меня правильно, я всего лишь ведущая. А можно ли узнать вот этих двух американских родителей взять, гипотетически, фантазируем, и узнать, стоит ли им заводить ребенка или не стоит? Ну да, это как раз... Так как известно, какое конкретное изменение в гене гемоглобина приводит к такого рода эффекту, то путем простого генетического тестирования связано с определением последовательности ДНК, участка, который кодирует вот этот самый гемоглобин. Можно сказать, является ли женщина или мужчина носителем, или нет вот этой неправильной копии. Ну, неправильной в кавычках. Я вас поняла. Передача данных Ученый Константин Северинов в студии РСН. Константин Викторович, а через какое количество лет, и если в принципе существует такой срок, разрушается вот эта хромосома, которая заражена малярией? Ну, она сама по себе не разрушается, она передается просто с поколения в поколение. Смотрите, у нас у людей 46 хромосом, 23 от папы, 23 от мамы, в этом смысле они парные. В этих 23 хромосомах, в каждой из них содержится много генов, всего в нас порядка 30 тысяч генов. Ген это просто участок ДНК, но считайте, что это такое длинное предложение генетического текста, только там не сколько русском языке букв, не 32 буквы, а 4 буквы. Язык ДНК очень бедный, буквы только А, Г, Ц, Т. Просто много раз повторено, и там записано, этот ген, продукт этого гена отвечает за тучность, а продукт этого гена отвечает за способность быстро бегать. И всё зависит от последовательности букв. Да, последовательность букв в конечном счёте определяет, ну, до некоторой степени. А ДНК, в этом смысле ДНК, хромосомы не разрушаются. Мы получили свою от папы и от мамы, они получили и так далее, от всего. Другой вопрос, что это потом... Но она же мельчает, мельчает. Да нет, что же она мельчает, что же она мельчает, в смысле мы маленькими становимся? Нет, в смысле того, что если брать наших... Народ мельчает. ...прародителей, то скорее я заболею чем-то унаследованным от своих дедушек или прадедушек, прабабушек, которых я помню или по фотографиям хотя бы видела, чем от своих прапра, ну, я не знаю, людей, которые ещё в шкуры одевались. Да нет, ну что вы, мы от людей, которые в шкуры одевались, мы генетически не отличаемся вообще никак. Считайте, что у нас есть, вот представьте, что у нас есть карты, и мы ими, ну, тасуем, тасуем, да. Только у нас не, там, 56 карт, или сколько в колоде, а 30 тысяч. Не, я понимаю, просто это какая-то, с одной стороны, глобальное впечатление производит эта вещь, а с другой стороны, безысходность какая-то. Но карт так много, и они все немножко краплённые, все чуть-чуть различаются. И всякий раз, когда кто-то там решает завести ребёнка или хотя бы заниматься сексом, они просто поменяются набором карточек. Да, это я поняла, это очень понятно. Я предлагаю всё-таки вернуться к началу, и такой традиционный, наверное, для подобного рода беседы задать вопрос, что касается, если говорить о клонировании, и если говорить, ну, коротко, если сказать, что мы можем на сегодняшний день, а чего мы не можем? Имеется в виду, мы можем клонировать, нет никаких проблем. То есть первое вот животное, которое было клонировано, это была овца долля, про которую, наверное, все знают, это было там в середине 90-х годов прошлого века. И процедура состояла в том, что была взята ДНК из ядра клетки, взятой из вымени одной овечки, и эта ДНК была подсажена в яйцеклетку, которая была неоплодотворённая другой овечки, при этом ДНК той самой, этой яйцеклетки была убрана механически. То есть взяли оболочку от одной, подсадили двойные хромосоны от другой, потому что все носители двойные. Да, а всё вот такую полученную химерную конструкцию посунули и попросили выносить ещё и третью овечку. А вы вот её химерной назвали, почему? Химерной, потому что она химера, ну, вы знаете, что такое в греческом языке химера, смесь бульдога с носорогом. Но вот здесь то же самое, потому что яйцеклетка цитоплазма, вся клетка была от одной матери. Зачем они это сделали? Зачем такие сложности? Ну, есть случаи, ну, во-первых, это интересно, в случае всяких овец и про... Вот у вас здесь руководитель совхоза был до этого, да? Ну, представьте, как здорово иметь всех бычков вот таких, ух! Ой, а про бычков и конирование ещё задам вопрос, у меня есть. И поэтому было бы... Ведь если вы, например, хотите разводить каких-то особенно мясистых или молочных, или ещё каких-то животных с нужными свойствами, то половое размножение разбивает вообще все ваши потуги на то, чтобы породу поддерживать, потому что пусть у вас папа замечательный производитель, но если мама подкачала, у вас нет никакой гарантии, что все детишки будут такие, как вам хочется, как папа. А если вы вместо этого берёте папину ДНК и подсаживаете в, ну, пустые такие яйцеклетки из разных мам, то детишки будут полные генетические копии, то есть клоны папаши. И если вам почему-то это очень хочется, то вот у вас будет много таких более-менее... Они всё равно будут, конечно, чуть-чуть различаться по размерам и прочим, потому что условия роста и кормления всего чего угодно оказывают влияние на то, какое именно выражение находит генетическая программа, но, в принципе, они будут очень похожи. Ну, допустим, мы можем вот таким способом повысить поголовье сельскохозяйственного скота. Не повысить, а улучшить. Улучшить. Но, нет, допустим, хорошо, я введу сюда новую водную, а, допустим, клонирование дёшево стоит, и это поставлено на производство процесс. И я не только хочу улучшить, я хочу ещё, соответственно, и увеличить. Ну, что там корова, она вынашивает долго. Нет, это другое. Тогда это уже как бы, что вы хотите создавать организм, вне матки, ну, если это млекопитающие, вне матери. Нет, мы не про это говорим, такого нет. Есть клонирование, как можно размножать клетки любого из нас почти, что бесконечное количество. То есть из нас можно взять клетки, это культуру клеток растить. Это вот так стволовые клетки бывают. Но если вы хотите вырастить новый организм, вам придётся взять генетический материал взрослого организма и подсадить, ввести это в яйцеклетку какую-нибудь, и подсадить это суррогатной матери. Хорошо, тогда немножко иначе задам вопрос. Допустим, вопрос вот в чём. Клоны, то есть полученные уже потомство клонов, они друг с другом могут скрещиваться, и будут ли они размножаться? Ну, клон, если это генетический клон, то это будут или две женщины, или два мужчины, потому что пол тоже определяется генетически. Знаете, все эти X-хромосомы, Y-хромосомы. То есть всё стадо будет или мужского пола, или женского? Да, да, да. Ого! Ну, овечка Долли была... Мама овечки... Ну, у овечки Долли не было папы, но у неё было три мамы. Одна мама дала из вымечка ДНК, вторая ядро... Вторая мама дала яйцеклеточку, ДНК это и есть ядро, другая дала яйцеклеточку, а третья выносила её и родила. Однако. А это программируется, Пол? Ну, конечно. Почему рождаются... Это вот вы говорите школьный учебник. Почему мальчиков и девочек рождаются более-менее одинаково? Потому что у женщины есть две хромосомы под названием X, у мальчика, у отца есть две хромосомы под названием XY, и они могут дать потомство только одной из них. Если папа даёт X, а мама может дать только X, то будет девочка. А если папа даёт Y, а мама может дать только X, то будет мальчик. Поэтому у меня хромосома Y только от моего папы, а у него от его папы. То есть Y хромосомы передаётся только по отцовской линии. А вот вы говорите... Соответственно, есть Адам. Есть такой мужчина, который всем нам дал нашу хромосому. Да, я слышала о нём. И это не тот Адам, который в Библии. Нет, он другой Адам. Да. А вот вы говорите, если мама может дать, что значит «может дать»? Или это просто случайно выбрали? Нет, это не может. Просто мама не знает. Когда, так как каждый из нас является продуктом слияния генов папы и мамы, имеют двойной набор, то чтобы размножиться, чтобы создать половые клетки, нам нужно этот двойной набор разделить. Потому что мы своим детям даём одинарный набор. Да, и получается у них двойной. И это становится смесью некоторой. Смесь хромосом моего отца и моей матери передаются моим детям, но в случайно выбранном одиночном наборе карт. Да, поэтому когда у мамы образуются яйцеклетки, образуются у неё клетки с одинарным набором хромосом, и будет или одна Х-хромосома, или другая. А не обе. Если у неё будет обе, то потомство будет иметь генотип XXY, и это будет такой гермафродитизированный мужчина. Такого не случалось? Это случается. Они в школьном учебнике тоже нарисованы, как некие хромосомные... Видимо, не в моём. Мы все учились по-разному. Нет, они такие очень красивые. Такие там кто-то есть большой, кто-то маленький, кто-то такой андрогиноподобный, ну и так далее. Но эта мутация никак не сохранилась, не закрепилась. Нет, потому что, как правило, такого рода люди бесплодные оказываются. Понятно. Хочу тоже растиражированный вопрос озвучить по поводу клонирования древних животных. Я вот поняла, почему мы их не можем клонировать. Потому что я так поняла, что ДНК в течение времени, она не сохранилась целиком, раздробилась. И в связи с этим возник вопрос, учёные ещё не научились соединять эти фрагменты? Нет, это очень сложно. Но они должны не соединять, они могут заново синтезировать. То есть там несколько лет назад был сделан опыт, когда была сделана синтетическая жизнь, когда целый геном, весь набор генов, но очень маленькой бактерией. Соответственно, не очень большой геном был химически синтезирован и введён тоже в пустую клетку, в клетку без генов. Ну и клетка заработала. Ура! Вот, но там размер генома, то есть всё количество букв, вот той молекуле ДНК, которая была сделана, был меньше миллиона. А у человека это 3 миллиарда. То есть не существует таких суперкомпьютеров, тем более людей, которые смогли бы это сопоставить в нужном порядке. Не-не-не, компьютер-то как раз есть. Нету машинки, которая химически могла бы синтезировать такую молекулу ДНК. Когда мы говорим о геномах древних животных, например, там, мамонтов или неандертальцев, мы знаем, какая у них была генетическая информация очень точная. Мы это определили с помощью как раз компьютеров. Потому что старые древние геномы, древняя ДНК разваливается на короткие кусочки. Но эти кусочки, можно их последовательность определить, так же, как вы можете книжку собрать после того, как её пропустили через шредер, но если вы будете с этими кусочками играться, вы в конечном счёте соедините всё это как надо. Но на это, ну, так получается... Компьютер это может сделать, да, но это он сделал на жёстком диске вашего компьютера, а не в реале. От этого ДНК у вас не получилось. Вы прочли геном древнего организма. Но склеить её невозможно. Да, но в руках вы его не держите. А имеет смысл работать над этим склеиванием? Или это бессмысленно? Ну да, нет, ну почему? Конечно, интересная задача. Она интересна по целому ряду причин. А ну да, я забыла. Учёные начинают работать не для чего-то, а просто потому что интересно, а потом уже прикладной характер ищут. Допустим, если бы мы научились и занялись бы клонированием древних животных, как вы считаете, ваше мнение, к чему бы это привело планету, например? Это ни к чему бы не привело, потому что, ну, создал бы кто-то... Во-первых, не так много древних животных, которых можно клонировать. Ну, какие, кроме мамонта? Ну, динозавров нельзя, потому что ДНК у них не сохранилось. Можно неандертальца клонировать. Ну, зачем нам нужен ещё какой-то человек? Я даже вот не знаю. Ну, бросьте, начнём с того, почему же? Вот если есть люди, которые считают, что европейский человек — это вершина творения, то европейский человек возник... Знаете, каким образом он возник? Он возник следующим образом, что некоторое количество чёрных-чёрных негров из Африки было выгнано из этой Африки с позором, я уж не знаю, за какие прегрешения. Ну, и потихонечку дошло до Европы. Я слышала, что они сами пошли. Ну, это никто не знает, их не могут рассказать. Письменности тогда не было. Ну, представим, так их было мало, а основная часть осталась там, то, по-видимому, их оттуда вытурили. Вот, придя в Европу, они обнаружили там неандертальцев. И некоторое количество времени с ними скрещивались, а потом их съели. Вот, и таким образом... Гуманненько. Вот, таким образом возникли европейцы. Поэтому, ну, если считать, что европейцы действительно некие высшие стадии прогресса, то можно, наверное, создавать неандертальцев для того, чтобы дальше двигать процесс. Ну что, любопытно. А вот правильно ли я понимаю, что изменяя участки ДНК, мы можем получить, ну, не то чтобы из мухи слона, а, например, из мыши крысу, а из крысы мышь? Для этого вы должны... Ну, смотрите. Всё живое возникло приблизительно таким образом, как вы и описываете. Потому что вся жизнь на планете возникла из одного условного организма. Его зовут Люка. Вот, Люка, но не тот Люка, но не тот, который в Библии тоже. Люка это по-английски значит last universal common ancestor, последний общий предок жизни. Мы все являемся потомками этого организма, потому что его гены нам передавались с ошибками. Вот, как вы сказали, Саша, с изменениями. И потихонечку возникли бактерии, потом мышки, крыски, ну и вот мы, в частности. Вот. И формально можно процесс повернуть обратно, и можно, взяв любого из нас, и начав чуть-чуть изменять нашу последовательность ДНК, прийти к люке, а от него потом подняться обратно и прийти там к медузе или какой-нибудь лягушке. Друзья мои, получится ли из меня таким образом Клаудио Шифер, мы выясним после короткого информационного выдача. Не отключайте питание радиоприемника. Передача данных. Передача данных в эфире РСН. Константин Викторович Северинов, доктор биологических наук, заведующий различных лабораторий в институтах Российской Академии Наук, профессор университета Радгерса США, профессор Сколковского института науки и технологий. Сегодня в этой студии мы говорим о клонировании. Остановились мы на Клаудио Шифер. Я вам пообещала узнать, получится ли из меня, благодаря изменению ДНК, эта прекрасная женщина. Но я сначала хочу все-таки вернуться, потому что Константин Викторович за кадром вспомнил одну из историй. Мне она показалась очень показательной. Мы говорили некоторое время назад о том, что мутации, они могут сказаться на нас со знаком плюс, сказаться со знаком минус. И вот плюс это то, что мы начали пить молоко, да? Правильно же я вас услышала? Ну, плюс или не плюс. Зависит от того, как смотреть. В случае людей, так как мы ищут цивилизация, культура и так далее, все наши мутации полезны или не полезны в каком-то контексте. Есть такая, ну, классическая, хорошо известная история о том, как возникла, называется это по-научному, лактоза-толерантность. Взрослые, ну, большинство взрослых людей, скажем, приматов, большинство взрослых организмов, родственных нам, не могут пить молоко. А раньше когда-то пили? Никогда не пили. Пили, мы все пили в детстве, потому что мы все млекопитающие. Да, это я понимаю. Но потом перестали. Мы перестаем пить, мы теряем возможность, способность усваивать молоко, мы, вернее, многие млекопитающие во взрослом состоянии, для того, чтобы не было конкуренции между младенцами, которые сосут материнскую, ну, грудь в имя, там, у кого что, и взрослыми организмами, которые гораздо сильнее, и кушать им тоже хочется. Они, конечно, тоже не будь дураки, стали бы пытаться такой замечательный источник пищи получить. И от этого детки бы страдали, и население бы все вымерло. Вот, поэтому есть некая генетическая программа, которая по достижении определенной степени, но взрослости, выключает способность молоко усваивать. А как же кошки? Ну, не кошки. Вот хищники, не будем сейчас смотреть хищниками, отдельная история. И если вы будете это молоко пить, то у вас будет масса всяких неприятных свойств. Ну, вы будете плохо себя чувствовать, будут у вас рефлексы, чтобы не пить это молоко. Вот, но когда мы одомашили наши предки, одомашили коров, у нас появился источник молока, в частности. Источник замечательный, но пить его взрослые люди не могут. Добро пропадает, а кругом голод, и очень плохо. И возникло очень сильное давление эволюционное найти и закрепить мутацию, которая позволила бы молоко усваивать взрослым. Что это значит? Что те люди, которых не тошнило от молока, ну, коровь его в данном случае, они выживали и оставляли потомство, то есть передавали свои гены своему потомству, да? А те, кто не могли это делать, скорее всего, просто умирали от голода. Ну, потому что кушать нечего было, а корова просто... Ну да, выкашивала селекция человечества. И выяснилось, и выяснилось, что таких мутаций было буквально три в ходе развития человечества. Они произошли очень недавно, буквально 7-10 тысяч лет назад. А сейчас большинство из людей эти мутации имеет. Это означает, что тот счастливчик, ну, я не знаю, был ли это мужчина или женщина, который приобрел такую мутацию исходно, успел за такое короткое время передать это свойство почти всем живущим людям. Можем ли мы говорить на основе вот вышесказанного, что если вопрос жизни и смерти, то мутирование происходит с ускоренным методом? Нет, отбор происходит гораздо более эффективно. Ну, соответственно, мутация закрепляется быстрее. Мутация закрепляется быстрее, потому что все, у кого нет мутации, они умерли. Они умирают, и поэтому их просто нет. Эволюция в этом смысле, она почти как учение Дарлина. Она верна, потому что правильно. Потому что все, кто делает, ну, кто не эволюционирует, они просто умирают. Ну, кстати, наши слушатели прислали сообщение на номер 8-925-111-107-0, раз вы про Дарвина еще раз вспомнили. Ругают, что ли? Дарвин, насколько мне известно, отказался перед смертью от своей теории. Или это не так? Ну, мы не хоронили Дарвина, не я, не Константин Викторович. Ну, нет никакой теории Дарвина. Есть механизм, предложенный Дарвином естественного отбора, который показывает, как возникает многообразие видов жизни на Земле. Есть устойчивое выражение теории Дарвина, с которым мы все в обнимку растем. Это да, но многие люди говорят, что это очень... К сожалению, слово теория у людей вызывает какую-то такую идею о том, что это вот может правильно, а может неправильно. И все начинают говорить, что кто-то от чего-то отказался. Вот есть теория атома, но никто же не говорит, что атома нет. Ну, да. Ну, вот отрицать эволюцию, ну, это как-то... Это как-то, да, наибно. Не комильфо. Не комильфо. Хорошо, вернемся к Клаудиу Шифер. Она уже нас точно комильфо. Я надеюсь, во всех отношениях. Если взять и получить... Я могу рассказать, как из вас сделать, Клауди Шифер. Да, взять и поменять. Не-не-не, только вы, пожалуйста, не говорите со мной, как мой психолог-диетолог, хорошо? Нет-нет-нет-нет-нет. Я вам просто покажу, что... Смотрите, процедура, в принципе, понятна. Вот если мы признаем, и это факт, что каждый человек отличается от другого по трём миллионам положений, мы должны представить, что каждый из нас это просто очень длинная книга об одном и том же. Но там есть некоторое количество опечаток. В этой книге каждое тысячное слово, ну, каждая тысячная буква заменена случайным образом. И всего таких замен 3 миллиона. Вот. И для того, чтобы сделать из одного человека другого, можно, в принципе, найти все эти изменения, а потом начать их, ну, скажем так, подкручивать или редактировать. Ну, прямо заменяем. Вот это на то. И там, ну, потихонечку приходим. Зная, при этом, какие подкрутки есть у Клауди. Да-да-да. Естественно, нам нужно знать Клауди, нам нужно знать вас или кого-нибудь ещё. Ну, вот. Но проблема в том, с чем мы это делаем. Мы это будем делать с какой-то просто клеткой, взятой из вашего организма. Нам нужно будет взять некую клетку. Ну, пусть она будет слущена с вашей полости рта вот внутренней. Знаете, там есть. Эти клетки должны будут размножены в лаборатории, получить просто большое количество клеток. И потом будет муторный процесс изменения вот всех этих опечаток, как напишущие машинки старинные. Да, мы будем замарывать, забеливать, а потом заново печатать. Вот. После этого мы получили клетку вашу, которая генетически идентична клетке Клаудии Шифер. Потом нам придется эту ДНК из этой клетки взять, сделать опыт по клонированию, как с овечкой долей. Подсадить ее в неоплодотворенную яйцеклетку чью-нибудь и полученную химеру, помните, мы говорили про слово химеру, посадить в суррогатной матери и родится маленькая девочка, которая будет иметь ДНК, полученную от вас, но подкрученную до стадии Клаудии Шифер. Стоп, стоп, стоп. И потом она будет расти в зависимости от того, ее назовут как-нибудь по-другому, причем Клаудия говорит по-английски, а по-русски не говорит. А если девочка будет расти здесь, то будет говорить и на по-русски. Это я знаю, я еще хотела с вами обсудить эту штуку внешних факторов. Но генетически она будет... Ну это же... Нет, сначала я задам, долго ли это? Это вообще долго? Технически это сейчас невозможно, но да, это будет очень долго. Это будет очень долго. И то есть, а если помечтать, пофантазировать? Концептуально это можно сделать. То есть сейчас есть технологии, которые в принципе позволяли бы это делать, но, слава богу, никто этим не занимается, в частности, потому что опыты по созданию людей с измененными генами, они не разрешены. Это я знаю. Мне вот что любопытно. Я не хочу, чтобы росла я, вторая там по генетическим признакам, но внешне похожа на Клаудию Шифер. Я хочу... Я хочу сама ею стать. Вот со мной такое нельзя, не работают в этом. Не считайте Фауста или чего-нибудь такое. Да нет, такого не будет работать, потому что ваша личность, моя личность и личность любого из слушателей, она... Я про внешность только говорила. Нет, так вы же хотите, чтобы внешность была такая, а личность осталась вашей. Да, всё верно, вы меня поняли. Нет, правильно. Но если внешность определяется генетически, ну, представим себе это на минутку, да, то вам придётся... Нельзя уже готового человека, как Микеланджело, вот убрать всё ненужное или добавить всё нужное и получить Давида. Так не получится. Вам придётся всё время идти через стадию яйцеклетки. Ну, это как-то... Ну, я не знаю, я разочарована, если честно. Не в том, что... Учёные стараются, честное слово. Я верю вам, искренне, тем более вам. Но вы меня поймите правильно, я-то подумала, что когда-нибудь, далеко-далеко от нас, это станет, например, таким же бизнесом, как пластическая хирургия. Да ладно, это самое... Макияж, Инстаграм, что-то там ещё работают точно так же, гораздо лучше. Ничего не надо делать. Это точно. Так, вот что мне ещё интересно. Вы только что сказали об этом, о том, что всё будет таким же, только душа-то будет совершенно другой. Ну, под душой вы понимаете, что я имею в виду личность, да? И вот что мне интересно, если в случае клонирования, ну, например, людей, да, будем дальше фантазировать, это будет идентичный человек по... по... генетически идентичный, то он совершенно будет отличаться по характеру и по типу личности, по душевным качествам. это вот сто процентов. Не, ну, смотрите, есть... ведь клоны известны, клоны людей известны давно и всегда были. Это просто близнецы. Однояйцевые близнецы это клоны. Да, кстати, слушатели много пишут о близнецах. Вот. И генетически они идентичны, за исключением, ну, каких-то редких ошибок, которые, мутации, которые возникли в процессе уже, собственно, развития организма. Но исходно они были идентичны. Я думаю, даже самые близкие друг другу близнецы все-таки признаются, что они как личности разные, потому что... А, это однозначно, потому что это как раз Антона, которым вы слышали, и все слушатели его знают по радиоэфирам. У него есть брат-близнец, Илья, тоже биолог. Они настолько разные, что... ну, это чувствуют все, даже при мамолетном знакомстве. Ну, да. А теперь представьте другую ситуацию. Вот кто-то мечтает о вечной жизни. Допустим, какой-нибудь политический лидер. Да. Вот. И он, допустим, получает возможность много исторических примеров. Но, да, не все почему-то мечтают об этом. Но ему все равно, к сожалению, придется идти через яйцеклеточку и вырастет другой лидер. Но он будет расти уже в совершенно других условиях. Если даже близнецы, которые росли близко друг к другу, там, с одними родителями и прочим, все равно становятся разными личностями, то генетический клон человека взрослого, растущий в совершенно другую эпоху, будет иметь такие же проблемы отцов и детей, как мы все имеем, но со своим вот этим клоном. Тогда, наверное, можно задать такой пафосный вопрос, что важнее или главнее гены или надгенные так называемые факторы. Это никто не знает. В Америке, в англоязычной литературе это называется nature versus nurture. Nature — это природа, nurture — это то, как ты, но воспитание фактически. И ответа на это однозначного нет, наверное, не может быть. До некоторой степени это политическое, ну, скажем так, решение. Как правило, разделение между консерваторами и демократами проходят вот в конечном счете по этой теме. Консерваторы, как правило, за природу, в смысле за предопределенность, а демократы, как правило, за воспитание, социальные программы и все такое прочее. Никто не знает. Ну, то есть, получается, как яйцо и курица. Да? Ну, за исключением, но при этом есть безусловные случаи, опять же, простых генетических болезней или вариантов, которые, ну, там уже против, вот там против природы не попрешь. А если, проводились ли когда-нибудь опыты, например, чтобы создать, ну, допустим, для мышей понятно, что проще создать идентичные условия, вот чтобы получить, ну, приближенную копию, не только по генетической цепочке, но еще и по остальным признакам. Человека с людьми? ну, не человека, я имею в виду... А как ему еще? Чтобы он жил в тех же условиях, чтобы ему те же книжки в детстве читали? Да? А почему нет? Нет, таких опытов не проводилось, потому что все опыты по клонированию, и они им безгоду недели. То есть, мы говорим, ну, смотрите, то, что вообще ДНК, структура ДНК была открыта в 1953 году. Первооткрыватель Джим Уотсон до сих пор еще здравствует. Дай бог ему здоровья. Да, вот. Но он недавно приезжал сюда, премию получал, вернее, медаль ему выдали, его же собственную. Но это очень молодая наука. Та технология, которая позволяет изменять, делать из вас Клаудио Шифер, в принципе, или наоборот, лучше давайте с Клаудио Шифер делать вас, да? Спасибо. Путем просто изменение ДНК, так называемое редактирование, этой технологии ровно два года. При этом сейчас, вот буквально на прошлой неделе, Билл Гейтс там дал 120 миллионов на ее дальнейшее развитие. Потому что есть надежда, что все-таки люди захотят себя менять. Или их придется менять. Константин Викторович, что значит придется их менять? В силу того, что болезни? Ну да, да, да. Вот хочу прочитать несколько сообщений сначала. Я бы хотела иметь полезную мутацию, пишет нам Пупсик. Я уверена, что она у вас есть Пупсик. И даже не одна. Да, и в этом мы тоже. Только должны быть условия соответствующие, где она может быть проявлена. А вот, кстати, как она быстро именно у Пупсика проявится? У Пупсика она проявится только в будущем детей, его или ее. Потому что, опять же, с точки зрения жизни и эволюции, то есть количество денег, которых вы заработаете, домов, которые вы получите и прочее, не важно, важно сколько. Важно, как много своей ДНК вы передадите в следующие поколения. А сделать это можно только через детей. Так вот, если люди стареют, то почему не могут молодеть? Генетика это позволит реализовать? Генетика молодеть? Нет, не позволит. О, ай, теперь уже от женщины. Ну почему? Ну, потому что нужно, чтобы возникали новые комбинации генов. Дети это новые комбинации генов. А мутация какую-то... А, ну, а, слушайте, а если мы перестанем... Извините меня вот за такие фантазии, страшные, жуткие, я против самой себя, но если мы перестанем рожать, то может ли возникнуть положительная мутация, что мы перестанем стареть? Или мы не успеем мутировать? Нет, мы просто все вымрем, и все. Но мы размножаемся-то просто потому, что у нас очень сильный... У нас, опять же, есть те, кто не хотели... Те очень шибко умные, может, и с положительными мутациями, которые не хотели размножаться, они не оставили потомство, и все их шибко полезные мутации умерли вместе с ними. Поэтому единственная стратегия закрепить что-то в популяции это размножаться как бешеный. Все верно, но вы как-то, по-моему, противоречивую вещь сейчас сказали. Шибко умные и шибко с полезными мутациями. Нет, но все зависит, опять же, от того, что, допустим, что очень полезная мутация это вот все знать. Или там, ну, представьте себе какое-то свойство, которое вы кажется полезным. Я просто подумала, что если мы... Нет-нет, если это свойство не сопряжено с приспособленностью, понимаемой в виде количества детей, которые вы оставите, то ваша полезность для вас конкретно... Нулевая. Нулевая. Я просто подумала, если мы клонируем Эйнштейна, то это не значит, что вырастет Нобелевский лауре. Нет, совсем не значит. Да. А клонируют ли сегодня человеческие органы для того, чтобы, например, уйти от проблемы донорства? Ну, есть работы, которые... Органы нельзя клонировать. То есть можно пытаться из клеток создавать заново некие органы. Вот. И много сейчас говорят о трехмерном, так называемой, печати органов, но на самом деле это находится в зачаточном каком-то состоянии. Единственный орган, который, ну, клонируют, в некотором смысле, это, ну, орган кроветворения. Костный мозг. Лечится с помощью различных пересадок, да, ну, к болезни костного мозга, лейкемии и так далее. В общем-то, это клонирование. А если мы сдаём, ну, вот, было одно время очень модно, да и, в принципе, сейчас это возможно, стволовые клетки. Допустим, мать, которая рожает ребёнка, она позволяет взять забор стволовых клеток, чтобы потом его обезопасить от чего-то. То есть мы же правильно понимаем, что на сегодняшний день можно из этих клеток вырастить любой орган для... Нет, неправильно, неправильно. Ничего не можете сделать. Количество стволовых клеток, которые там есть в этой пуповине, настолько маленькое, что единственное, что можно реально... Их нужно много иметь, если вы что-то пытаетесь делать. Во-первых, первое. Ни одна технология со стволовыми клетками нигде не разрешена. Официально. Всё, что делают или говорят, что делают, делают, скорее всего, незаконно, и, скорее всего, это разводка. А с пуповиной есть некоторые болезни, редкие крови у детей, которые, если они проявятся, пока ребёнок маленький, то сохранённая кровь пуповинная позволит решить эту проблему. Таких болезней очень-очень мало, они очень-очень редки. Вот. В этом смысле банки пуповинной крови это совершенно прекрасный бизнес, потому что платят все, а, скорее всего... А нужны... Это как страховка. Да, а, скорее всего... Да, это даже гораздо лучше, чем страховка. Потому что это не как ОСАГО, это гораздо лучше. Потому что просить... Ну, я не про ОСАГО говорю. По счетам вряд ли кто придёт просить платить. Правильно я понимаю, что вот при ЭКО те клетки, которые не подсаживаются, разрешение матерей, их забирают, ну, в лаборатории, проводят там опыты. Вот как раз по забору эмбриональных клеток. Я даже прочитала, что пятидневный человеческий эмбрион, может, вот из него берут эти эмбриональные клетки, и они хорошо растут, хорошо делятся, практически бессмертные какие-то. И из них можно вырастить любую взрослую клетку организма. И вот, допустим, мне такая мысль пришла. ЭКО это многодневная, многоступенчатая, мучительная процедура. И, допустим... Почему мучительная? Ну, потому что... Для кого мучительная? Ну, психологически, как минимум, она мучительна. И это не такая простая штука, как просто взять, забеременеть и выносить ребёнка. И даже в последнее, что я сказала, не всегда просто. Ну, я имела в виду... Хорошо, это сложнее, чем обычно, традиционная беременность. Это то, что я хотела сказать. Допустим, у матери после ЭКО случился выкидыш. Почему нельзя взять и вот эту... Вырастить эту клетку и вырастить, соответственно, ей ребёночка? Ну, потому что с большой вероятностью выкидыш, произошедший после... При развитии связан был с тем, что... Смотрите, ЭКО позволяет только оплодотворить яйцеклетку, но никоим образом не отбирает, скажем так, как там фишка выпала, какой набор генов. Оказался в этом... Ну, будущем... Окажется в будущем плоде. Очень большое количество беременности прерывается на очень-очень ранних стадиях, просто потому, что именно на стадии беременности это первая стадия отбора. Те, кто родились, они уже чемпионы. Потому что очень многие не родились, потому что их комбинации генов, которые дал папа и мама, ну, оказались... Не работоспособны. Не совсем хорошие. Поэтому, если вдруг произошёл какое-то, ну, несчастье, выкидыш и так далее, пытаться из этого конкретного абортивного материала вырастить новое, чего-нибудь, наверное, плохая идея. А, потому что там всё то же самое. Ну, конечно, то же самое. А вот можно ли предположить, или, допустим, так ли это, что организм сам понимает, что это не работоспособный материал и отторгает, а не стечение каких-то неблагоприятных внешних факторов? Ну, да, так именно так и происходит. Ну, смотрите, развитие человека... Ну, иногда же рождаются нездоровые люди, потому что это не отторно. Ну, да, но рождаются они очень-очень редко всё-таки. Вы представьте себе, как сложно сделать из одной клеточки, которую вы только в микроскоп видите, да, оплодотворённый, потом, ну, вот, младенцы. Это же человек во всех отношениях. И за 9 месяцев, и это без всякого, как бы, чертежа, без ничего, казалось бы, это процесс спонтанный, он каким-то образом происходит без всякого нашего участия. И это, как бы, я не знаю, гораздо сложнее, чем самолёт или ещё что-нибудь такое. Вы сейчас такую вещь говорите? Нет, неправильно. Я не очень понимаю, что здесь без нашего участия. Ну, потому что вы не можете контролировать, что происходит. Внутри меня, мамы. Конечно, конечно. Мы никоим образом, мы не помогаем строить это дело. Ну, естественно, мать ест, ну, мы вся в это всё ест, но процесс идёт... Это всё понятно, да. Это некий сложнейший процесс. То есть мы не можем сказать, клетка делить быстрее. Нет, нет. Там внутри работают гены в определённой порядке, так что клетка делится, там что-то дифференцируется, возникают там зачатки печени, позвоночника и всё такое прочее. Это настолько сложный процесс, что в нём, очевидно, могут быть ошибки. Случайные или врождённые. И они просто приводят к тому, что весь процесс стопорится. Понятно. Друзья мои, 8-925-101-107-0, у вас есть ещё время прослать свой вопрос. Скажите, пожалуйста, спрашивает слушатель, заикание – это генетическое заболевание? Я не знаю, к сожалению. То есть есть сейчас большое такое, что ли, движение. Сейчас стало очень легко секвенировать, определять последовательность геномов людей. И есть масса желающих попытаться связать вот эти опечатки многочисленные, которые у нас у всех есть, с тем или другим состоянием. Вот, в частности, там, шизофрении или ещё с чем-то. И, может быть, кто-то пытается делать с заиканием. Я просто не знаю. Как правило, оказывается, что это напрямую сделать очень сложно. А какое самое популярное направление? Вот вы сейчас перечисляли хотя бы некоторые. Чем больше всего увлечены учёные? Тренд, мода, я не знаю. В рамках клонирования. Нет, все учёные влечены удовлетворением своего любопытства. Да, допустим, вы. Хорошо. я, в частности, тоже, да. Ну, потому что, это хотя бы честный ответ. То есть, вы хотите знать, что учёные делают или что пытаются, какие продукты разрабатывать? второе. Какие продукты как бы конкретизировать? Может, вы и не так поняли меня? Хотя нет, отвечайте про продукты, я пойму, правильно ли вы меня поняли. Так будет. Ну, вот в этой конкретной области развитие технологии определения геномов, скорость развития технологии, она была совершенно потрясающей. То есть, если первый геном человека определили за 3 миллиарда долларов, в течение 10 лет работало консорциум из учёных нескольких стран, сотни людей, то сейчас всё то же самое можно сделать за 100 долларов. Вот. И в этом смысле каждый из нас может получить карту, где написано, что вы это вы, а я это я. Да, зачем это нужно? Ну, а за тем, что по идее, теперь если иметь такого рода карты или геномы от каждого из нас, то при наличии достаточных мощностей и умения анализировать эти изменения, можно всё-таки попытаться связать опечатки, которые у нас есть, с какими-то интересными свойствами медицинскими, свойствами характера. Если я в маркетинге нахожусь, можно, например, выяснить, что вы любите покупать там такие-то туфли, а я, например, не люблю ходить по магазинам. Может быть, это тоже связано с наличием какой-то комбинации сложный опечаток. Вот, поэтому Поэтому полезно делать... Тренд на будущее это сочетать социальные сети с геномной информацией, давать доступ к этой информации кому-то, и потом пытаться находить вот какие-то, ну что ли, паттерны, профили, которые определяют поведение людей. Слушайте, это действительно страшно полезно. В смысле полезно с точки зрения того, что деньги можно делать. Нет, почему? А вот... Адресная реклама. А подождите, а связано ли с этим, например, всё наше общество станет сознательным и пойдёт сдавать анализы не только там на генетическую совместимость будущей папы и мамы, а в принципе на свою какую-то геномную... Ну, это до некоторой степени происходит сейчас, но пока что это происходит, слава богу, добровольно, и есть грандиозная этическая проблема с этим связанная, потому что если учёные вдруг начнут таки накапывать информацию, что те или другие генетические варианты связаны с частотой каких-то болезней или действий, которые могут рассматриваться как ассоциальные, то работодатели или страховщики и все прочие могут начать, получив доступ к этой информации, будут... Манипулировать этим. Будут этим манипулировать. Или будут дискриминировать против таких людей. И это, конечно, будет ужасно. Ну, вообще, мне всегда казалось, это уже, наверное, последнее, что я успеваю сказать, что никакая другая наука, как клонирование, не сталкивается с проблемой этики. Не наука, а технология. Технология, да, спасибо большое. Да, да, да. Друзья мои, Константин Викторович Северинов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Разговор для меня получился. Я просто не могу за всех отвечать. Безумно интересно. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо, друзья. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.